Девушки отдыхают И солидными бюджетами Значение этого долгоиграющего проекта для мира кино трудно переоценить Макс дал мощный старт карьерам Мэла Гибсона и режиссера Джорджа Миллера Он изменил лицо жанра постапокалипсис Перевернул киноиндустрию целой страны И стал глобальным поп-культурным феноменом Однако начиналось все далеко не так грандиозно Первый фильм считался малобюджетным проектом Задуманным кучкой энтузиастов и дебютантов Его производство было настолько рискованным Что если бы изменился хоть один его компонент Мы знали бы совсем другого безумного Макса А может и не знали бы вовсе Такие же сложности сопровождали авторов И в работе над всеми следующими частями Включая новую «Фуриосу» Но началось все с первого фильма Рассказываем, как мы могли потерять Самую скоростную франшизу современного кино У истоков «Безумного Макса» стояли режиссер Джордж Миллер И автор сценария Джеймс МакКосланд Они вынашивали концепцию «Безумного Макса» На протяжении нескольких лет Авторы хотели творчески осмыслить Сложившуюся в Австралии в середине 70-х Печальную ситуацию Из-за плохого состояния дорог Популярности скоростных автомобилей И низкой культуры вождения В стране резко возросло количество ДТП Миллер в то время работал врачом скорой помощи И регулярно сталкивался со страшными последствиями аварии Ситуация в Австралии усугублялась Последствиями нефтяного кризиса 73-го года На заправках был дефицит бензина Что приводило к регулярным потасовкам автомобилистов За право заправить бак МакКосланд, работавший журналистом Видел в молодых лихачах безумных гонщиков Для которых собственное транспортное средство Становилось смыслом жизни А скорость — формой протеста Оттолкнувшись от таких обстоятельств Миллер и МакКосланд решили оставить свои прежние профессии И набросали несколько сценарных идей для будущего фильма Одной была молодежная драма о дорожной полиции И дерзких подростках на машинах Другой — боевик о столкновении властей и байкеров Мстящих за гибель товарища Наконец, была и постапокалиптическая история О конфликте людей за нефть и бензин Оценивая свои задумки Авторы понимали, что каждый не хватает цельности Тогда было принято судьбоносное решение И все три мотива объединили в один сюжет Для того, чтобы привлечь больше зрителей В историю добавили расхожие кинематографические ходы Вроде противостояния героя-одиночки и толпы злодеев Что часто встречается в вестерне Авторы так увлеклись работой Что написали сценарий, явно превышавший полнометражный формат Многие их идеи впоследствии были реализованы лишь в сиквелах Когда возможности создателей значительно выросли Первая же картина стала своего рода прологом Введением в мир постапокалипсиса И раскрытием главного героя Патрульного, терящего семью Я был в первую очередь Потому что это не было ни в чем, где нужно идти Я описывал это, как ходить на очень большом животе Ты хочешь идти так, и он тебя здесь И это было удивительное для меня После того, как сценарий был дописан, встал вопрос о финансировании Скромный по меркам экшн-кино бюджет в 350 тысяч долларов Собирался с огромным трудом из самых разных источников Частично помог местный дистрибьютор Частично близкие и родственники кинематографистов В ход даже пошли личные накопления Миллера и продюсера Байрона Кеннеди Ограничения в средствах не расстраивали команду Наоборот, это только подстегивало креатив И подталкивало создателей к нестандартным решениям Которые в итоге стали фишками безумного Макса Ограниченный бюджет во многом определил особую футуристическую концепцию фильма Близкую к дизельпанку Авторы перенесли время действия фильма в недалекое будущее Чтобы можно было оправдать использование современных и ретро-автомобилей А также не выдумывать необычные декорации и костюмы Нелучшее состояние техники только подчеркивало постапокалиптическую атмосферу картины Когда с бюджетом и концепцией разобрались, настало время поиска актеров Джордж Миллер хотел заполучить на главную роль кого-нибудь из звезд Голливуда Ведь это могло повысить шансы картины на успех Однако из-за нехватки денег реализовать такое желание оказалось просто невозможно Миллер был вынужден поменять подход Он решил искать неизвестного исполнителя, не обремененного шлейфом амплуа или других ролей Режиссер стал смотреть на молодых парней среди начинающих австралийских актеров Сначала выбор пал на Джеймса Хилли, будущей звезду сериалов, в том числе Санта-Барбары Однако тот отказался, посчитав, что малое количество диалогов не даст ему раскрыться на экране После череды прослушиваний и проб режиссеру наконец улыбнулась удача Подходящим кандидатом показался 21-летний Мэл Гибсон Согласно легенде, получить роль Гибсону помогла произошедшая накануне пьяная драка После нее актер пришел на пробы в потрепанном виде, что идеально соответствовало образу Гибсон, кстати, к тому моменту, хоть и жил в Австралии уже почти 10 лет, был уроженцем штата Нью-Йорк Получается, Миллер в итоге заполучил актера-американца Тем не менее звезду, пусть австралийского масштаба, картине все-таки удалось привлечь Ею стал Хью Киас Бёрн, сыгравший главного антагониста, сумасшедшего предводителя байкера Актер совместил профессиональный подход с эксцентричным поведением и специфическим юмором С одной стороны, он серьезно подошел к разработке роли Например, за прототип взял Чингисхана и изучил его характер А в каждой сцене имитировал разные акценты, чтобы подчеркнуть безумие своего персонажа При этом за кадром он доставал всю съемочную группу странностями поведения Хью потребовал взять в массовку своих безработных друзей, а затем вместе с ними всячески разыгрывал коллег по площадке Например, рассылал записки с угрозами В итоге дело дошло до конфликтов, угрожавших сорвать съемки в любой момент Впрочем, спустя 35 лет это не помешало Миллеру возобновить сотрудничество с Киас Бёрном В дороге ярости тот снова стал главным противником Макса, диктатором, несмертным Джо Нехватка средств повлияла не только на выбор актеров и общую концепцию, но и на способ съемки Авторам приходилось работать методами партизанского кино Группа действовала полулегально, зачастую не оповещая ни окружающих, ни власти о том, что ведутся съемки Команда иногда без разрешения перекрывала дороги и не слишком заботилась о соблюдении норм безопасности Например, из-за дефицита рабочих рук оператор Дэвид Эгби лично снимал рискованные трюки и погони на скорости до 180 км в час Благо, за плечами у него был опыт съемок для военного флота, так что опасные задачи его не сильно смущали К слову, многочисленные сцены аварии авторы обычно снимали за один дубль Группа просто не могла позволить себе бить автомобили несколько раз Конечно же, неотъемлемыми атрибутами фильма стали машины Их нужно было много, и выглядеть они должны были эффектно И тут авторы снова нашли оригинальное решение Они выкупали потрепанную технику у полиции или такси Иногда даже удавалось заполучить авто бесплатно Например, машины, которые должны были пойти на металлолом Какие-то авто дарили энтузиасты и спонсоры Так, 14 мотоциклов было предоставлено бесплатно местным дилерам Кавасаки Сам Миллер пожертвовал для съемок свой фургон, который пострадал в одной из первых сцен Машины модифицировали и оснащали разными деталями Обычно чисто декоративными муляжами для большего внешнего эффекта В целях экономии некоторая техника использовалась повторно для разных сцен Для этого машины перекрашивали и меняли декоративные элементы Всего же за время съемок авторы разбили 14 автомобилей и мотоциклов Довольно скромно, с учетом того, что в кадре масштаб разрушений выглядит гораздо больше Выйдя на экраны, безумный Макс поначалу расколол зрителей на два лагеря Одни выступали с критикой насилия и жестокости Другие видели в фильме глубокие смыслы В том числе расценивали ленту как предостережение Картина быстро обросла фанатской базой и собрала в мировом прокате более 100 миллионов долларов Благодаря этому безумный Макс на долгое время стал самым успешным фильмом по соотношению бюджета и сборов Со временем картина выросла во франшизу С продолжениями, каждая из которых следует найденной однажды в формуле успеха Невиданная зрелищность и острый социальный месседж Интересно, как эта концепция сработает в новой «Фуриосе» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин